Из потаённых уголков Великие облака Сволоневнятно Сволоневнятно И тишина, как в первый раз Над миром висла Я ловил в обрывках фраз Осколки смысла На звук огонь Он парил На крыльях веры И высшей мерою творил И высшей мерою творил Иную меру Иную меру Из потаённых уголков Душой и тян Сквозь устраницы плен веков Она мне пела И свет Начало всех начал Плыл безмятежно И голос женщины звучал И голос женщины звучал Светло и нежно 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 Пусть не будет, прощай, и мне встретиться снова, помещай, обещай, обещай, обещай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Я же и погвоз, и все, я шурава. Встала рано утром, она уже за грибами бежала, уже принесла. Мне детство, конечно, влюблено. В области проходила, но там тоже можно. Можно так ампуляться. У меня на кладке. У меня даже здесь у нас такой кладок. Можно прекрасно стиховаться. Деревне змеи, пчанка. Она душевная. Так, так вот, и его душевная. Тобой заданы вопросы. А мной не найдены ответы. Давно потухла папироса. А я и не заметил это. А на губах такая горечь. А на душе такая тяжесть. И нет надежды в разговоре. А я уйти все не отлажусь. А на губах такая горечь. А на душе такая тяжесть. И нет надежды в разговоре. А я уйти все не отлажусь. А я все не могу решиться. А я уйти все не отлажусь. А я уйти все не отлажусь. А я уйти все не отлажусь. Прибавим свету, задай еще раз тебе вопрос, И отлично на них ответы. Когда уйти не в моготу, и оставаться невозможно, И звук любой неосторожный, страшнее пуле не лету. Когда у мира на краю стою, держась за ручку двери, Я в нее любовь твою не верю, совсем как ты, любовь моя. Вот такие усточки, детские. Давно это все было. А сейчас ты чего проще все это вот. Шел по улице бабы, на плече тащил горбы. Думал, жалко нету бабы, может помогла хотя бы. Да, это серьезно, это не очень. Очень, да, очень. Очень серьезно. Вообще, очень. Ну, я вообще-то себя поэтом каким-то не числил вообще. Господи, ребята, я всем говорю, я сварщик на пенсии. Теперь же опять. Сварщик, который знает Аполлона Григорьевна. А я так думаю, что многие знают. Не знаю. Когда-то давно в нашем Норильском КСП собралось мужиков, человек 10 у нас было. Ну и теток, естественно, и девушек там. А мужики, из них было 7 человек сварщиков. Вот так получилось. Он даже потом там стих один написал, помню. А там у нас был Юрий Адыгамович Бореев, поэт. Он такой, ну, в литературных кругах был, там, чем-то известен. А еще он слово полку Игорю и переводил язык. Хотя он сам был этот, как его, калмык. А Лихачев об этом переводе очень хорошо отзывался, кстати. Ну ладно. Ну вот он однажды, его пригласили на прослушивание на наш фестиваль. Я тогда еще был совсем не афиг вообще там. Второй год, наверное, в КСП было. А ребята там еще были. Ну и кончилось все тем, что Бореев, там, председатель жюри, он говорит, ну, вот послушали мы местных авторов. Бойко, стихи написаны, Бойко. Но это еще не поэзия. Я бы вам что посоветовал. Ребят, приходите к нам в литобеднение. Вот как поступает Тухман? Он берет себе литконсультанта. Тот, значит, подбирает ему песни Тухманова, на них стихи. А тут, значит, Тухманов на эти стихи пишет замечательные песни. Вот приходите к нам в литобеднение. Мы его подберем. Мы подберем. Ага, сейчас. Ну и вот. Я написал я стишок такой. Сейчас. Афишами старательно фойе деката ращилось. Где от зеркал? И от зеркал шараха, и с народ валил в буфет. Где, туда, где полки омятся, где может что обломиться, где можно оскоромиться, а может быть и нет. А по другую сторону, а он такой черневый Бореев был, а по другую сторону сидел не тать, не вор он. Но в нем было чуть отворно, а больше от сеча. Годами неизломанный и славой не балованный. Поэт немногословный. И думал в горячах. Ну что же это дейца? На что ли это надеется? Куда же теперь нам деться? Лихие времена для пишущих настали. Уж коль сварные стали работать не по стали, а по рифам и струн нам. Мы слушали внимательно, все это занимательно. Нам Лялин пел старательно про тундру и пургу. Но было, все возможно, и это нам тревожно, как сварщику поужина, не в доску, а в дугу. И у его партнера нам, у сварщика Парфенова, бесспорно одаренного талантом и женой, видны поползновения испортить настроение всему объединению своей простотой. На улу впрет за гитарою, штампует песни парами, мечтает между бардами местечко застолбить. И ломится при этом, как танк с боекомплектом. Дышать пора поэтам, нам быть или не быть. Мы как буксиры важные, поэты каботажные, и наша жизнь бумажная, невольтова дуга. И мы в Литоне мальчики, мы дружно скажем сварщикам, что вам песенками вашими Литоне не запугать. Наше Литоне запугает никто. Ну вот такая вот была. Ну это же все хохмы такие. Газовский, что же сварщика чувствуется. Володь, что ты говоришь? Козловский, он же тоже сварщик. Он же варил этот. Как там? И как не летует, не злится зима, нас греют сберкниг голубые тома. Это у Козловского. Козловский. Нас греют сберкниг голубые тома. Это замечательно. Давайте старенькую песню споем. Когда-то мы делали концерт по Арику Крупу. Ну в клубе тоже так. А поскольку Арика Крупу мало, кто у нас знал. Танька Лобанова, она сейчас заслуженный деятель культуры, Российской Федерации, там все дела. Тогда она была в нашем клубе. Но она была заводная тетка. И она сказала, так, ребята, нормально, я сделаю это со мной. Напишу, выпишу песни и будем тащить жребий. Кому какая досталась, тот кое будет петь. Классно. Без проблем. Мне досталось. Вот это вот начну думать, что он не стоит. Да, да, да. Вот он спел то, что я хотел. Вот так все. Да, вот мне досталось этой песни. Он там немножко побыстрее пел, а я помедленнее стал петь. Ну и попробую, мне понравилось. Поговорили. Поговорили. Охнули рукой. Вот и уходит последний аргиш. Звон пубенцов над замёрзшей рекой Прошелестел, как засохший камыр. Прошелестел и растаял вдали Больше людских не видать голосу и слыхать голосов Больше тепла не просить у лесов Дундра в лицо нам снегами были Дундра в лицо нам снегами были Горы горстями крепут облака Звездные шорохи слышны в ночи Дундра ты мысли в слова обрекать Думать о близких нас научи Нам еще долго не видеть людей Значит есть время подумать о них Дундра нас заперла в тундре одни Это на несколько долгих недель Это на несколько долгих недель Знаю, у нас тундра одарит сполна Если туман, то не видно ни взгиб Если бурга, снеговая стена Если устал под глазами круги Но где-то едут в ночи поезда Тонкой струною прощанье звенит И уступая подругам зенит Сдвинется в небе пастушья звезда Сдвинется в небе пастушья звезда Вот этого проигрыша там не было группа Я его сам придумал Сам придумал Да, вставил и растянул помедленнее Когда у Гефтера был последний, по-моему, донецкий фестиваль Да, там, 32 мая Сидим там И только один мужик узнал эту песню Это Аркадий Голубецкий из Киева Он уже здоровый дядь А все остальные, все такие туристы и Криспышники А никто крупа не знает Даже в Белоруссии был один раз Давайте крупа чинствует Кто такой? Хотят, жмутся, не знаю Ну, это, честно, я его тоже не знаю Это вот Оля знает у нас Да, он спит за себя Завороскопливый Завороскопливый